Музыка Поэты и писатели из разных стран мира собрались в Ялте. Международный литературный фестиваль «Чеховская осень» проходит здесь уже девятый раз. Пойдемте посмотрим, как выбирают лучших из лучших. Не смотрю про Лунтика и про Шрека мультиков, потому что мама с папой обещали взять в Анапу. А как вы будете оценивать поэтов? Баллы добавляет то, что если очень лаконичность и такая изюминка есть. Изюминка. А вы строгая жюри? Строгая, но справедливая, надеюсь. Мне кажется, вы добрая. Но есть немножко. Спасибо. Не добавить чуть-чуть. Я хочу сказать, что я сама несколько лет участвовала здесь и получила гран-при. Чтобы вы поняли, жюри уже перетягивает одеяло на себя и читает собственные стихотворения, друзья. Нет, это я просто говорю, у меня именно детские, вот чем они отличаются от стихотворения. Слушайте, а давайте устроим батл. Поэты против поэтов. Жюри против конкурсантов. Я сразу чудо обнаружил, как только вышел погулять, упало солнце прямо в лужу. Не знаю, как его поднять. Раунд! Так, аплодисменты. А что на это ответят участники? Мне сегодня разрешили, я бегом несусь с горы. Мне сегодня разрешили, здравствуй, речка, блеск воды. На лету снимаю майку и с разбегу в воду прыг. Обжигает искры, брызги, детский смех, восторг и виск. Ну, а дальше я дочитаю в ходе конкурса. Вот это заявка на победу! Второе стихотворение называется «Презумпция влюбленности». Ты не злись, каштан, не шуми на меня листьями. Знаю больно, когда ни за что будет лезвие. Потерпи, родной, ведь я же когда-то выстоял со спины. Вот такое же мини-созвездие. Здравствуйте! Как вам стихотворение? Скажите, вы только что прочитали. Мы вам потом скажем. Первое впечатление тронуло струны души. Первое впечатление, что автор любит Маяковского. Вы строгая жюри? Вас боятся? Мне кажется, вот они вас сейчас сидят там боятся. Я думаю, что жюри адекватно и адекватно оценят всех. Вы их видели? Это же просто церберы. Вы меня пытаетесь запугать. Я вас пытаюсь подготовить. В любом случае, это опыт. А вам нравится себя чувствовать на поэтическом Олимпе? Да какое? У нас на поэтическом Олимпе один самый большой олимпиец – это Александр Сергеевич Пушкин. Мне кажется, литературный конкурс – это достаточно жестокая вещь. Ведь они же творческие люди, они ранимые. Я знаю, это как свои души открываешь перед всеми. Вот, то-то же. Но это когда только начинают. Потом они уже поэтические. Все равно битвы. Мужчина, он должен биться. Он должен победить. Мы же потомки победители. Прочтите так, чтобы у них струны души зазвенели. Я постараюсь. Я так сделаю. Когда мы начинали, нас тоже колотили. Но ведь вы понимаете, вот когда колотят, когда выбивают дурь, когда вдруг тебе показывают и тыкают тебя носом в неправильные ударения, в неправильные слова, в неправильные ритмы. Рано или поздно, в конце концов, если уж ты не полный дурак, ты станешь поэтом. А можете пару строк нам, пожалуйста? Нет. Лучше, если вы почитаете. Я прочту. Давайте я прочту, да? Будь добра, скажи мне правду, сжалься, выслушай меня, я печалью переполнен, я сгораю от огня. Александр Александрович. Ну, вы меня так мило взяли под руку, как будто мы с вами миллион лет знакомы. Ну так, я ж вас где-то видел уже, поэтому я ж сразу сказал, что я вас где-то видел. Еще в охмелю, после пламенных губ, Ночь звездная канула в лету, В лучах, как от медных начищенных труб, Спешу поделиться рассвету. Если бы твой лик богемный увидал нарцисс, гордец, Застеснялся бы надменно и увял бы, наконец, И смиренно хризантема наклонила бы главу, Предо черной белой тенью глазовала, где живу, И мечтаю, влюбляюсь в тот же облик мне родной, От сердечной боли маюсь, Как от молнии шальной. Вот так вот вы покоряете женщин. Почему так? Я играю на гитаре. Слетел, кружась, едва не в грязь, Но мимо птица пронеслась, Задев крылом, о чудо, Удача ниоткуда. Ну, так далее. Мир устроен интересно. Нет любви сильнее сил, Самый твердый камень треснет, Если чувство он вкусил. Я вкусил его, так что же? Раздели со мной его и приди ко мне на ложе. Мне не нужно никого. Ты упрямство не тревожься, Ты разлукой не мешай. Будь добра, скажи, что любишь, И меня не оставляй. Ох, какой вы проказник, оказывается. Ну, что делать? Ну, как вам? Сильно. Да. Девять лет – это жизнь и начало. Девять лет – это все впереди. Девять лет для фестиваля так мало, Когда молодость бьется в груди. Браво! Класс! Вот это задор у вас. Да. Расскажите секрет вашего такого хорошего настроения. Что кушаете, что пьете? Сегодня не спал всю ночь. Потому что для меня каждый поэт – Это громадная глыба. Это вселенная. Понимаете? Я очень хотел с этими людьми встретиться. Двадцать семь представителей Различных Субъектов федерации Приехали на фестиваль. Какие они Получат Призы, да, И какие места они займут, Сейчас пока непонятно, Потому что Он в фестивале только начался, да. Но вот такое представительство Нас подталкивает к тому, Что десятый фестиваль Обязательно будет в следующем году. Обещаете? Обещаю. Генуэзская крепость в Судаке Пережила несколько эпох. Выстояла в золотоордынские времена, Оборонялась от осады турков, Пережила владычество крымских ханов. Эти стены повидали немало сражений. Действительно, чего здесь только не было, Но вот концертов классической музыки, Мне кажется, это место еще не видела. Я права? Да, абсолютно верно. Хотя, на самом деле, Генуэзская Судакская крепость Действительно непосредственно связана С классикой и со всеми событиями, Которые были в истории. На протяжении всех этих столетий Это все выстроило. Собственно, как и классическая музыка. Она тоже многие столетия Собственно, выдержала уже испытания. И, конечно же, соединить одно с другим, Я считаю, что это абсолютно необходимо И совершенно здорово. Ваш камерный оркестр, Он выступал уже во всех известных Крымских дворцах, Уже даже под землей выступали В Рамбранной пещере. Что дальше в планах? Вот какая-то есть площадка мечты, Где хотелось бы выступить И где еще никто никогда не выступал? Планы есть, и есть мысли. Я бы даже сказал, Есть совершенно сумасшедшие идеи. Так, так. Есть одна сумасшедшая идея. Вот. Я не хочу сейчас ее раскрывать, Потому что идея действительно Очень необычная и интересная. Хотя бы намекните. Я могу единственное, что намекнуть, Что она будет связана с астрономией. Ух ты. Да. В космосе? Да. Следующий концерт в космосе. Нет, не в космосе это будет, Но эта тематика, скажем так, Будет очень тесно переплетена. Ну, а пока Генуэзская крепость, Воздвигнутая итальянцами, В качестве реверанса зодчим, Принимает тенора из Флоренции. Что чувствуете, выступая в таком месте? Для меня большая честь выступать В таком месте, как это. Судак, как известно, был колонией Генуэ, А я, гастролируя по Италии, Бывал и в Генуэ тоже. Признаюсь, в моих планах Однажды организовать музыкальный фестиваль Генуэ-Крым. Какая мелодия ассоциируется у вас с Крымом? Столько прекрасной музыки в мире, И почти вся она подходит Этому волшебному месту. Спойте что-нибудь, пожалуйста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 В субботу на сцене Севастопольского театра имени Луначарского осовременен спектакль «Летучая мышь». Герои легендарной постановки щеголяют в невероятных костюмах и даже читают рэп. Рассказы Антона Павловича Чехова, малоизвестные читателям, московский режиссер Никита Гриншпун объединил в один спектакль и назвал то да сё. Что из этого получилось, узнаете 10 ноября на сцене все той же Луначарки. 9 ноября в Евпаторийском театре «Золотой ключик» премьера спектакль «Собака». О военной жизни грузинского села, увиденной глазами мальчика. О ценности человечности и о ситуациях, в которых легко эту человечность утратить. Постановка пропитана добротой, пониманием, всепрощением и любовью, научиться которым можно только у собак. Начало спектакля в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова